Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим язычки из слоеного теста с разными видами начинки. Они вкусные, красивые и очень легко готовятся. С их приготовлением справится каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Два помидора разрезаем пополам и вырезаем плодоножку. Подготовленные помидоры нарезаем полукружочками. Красный лук разрезаем пополам и нарезаем полукольцами. Всего мне понадобилось две больших луковицы. Вместо красного лука можно использовать обычный белый лук. Один цукини нарезаем кружочками или полукружочками. Шампиньоны моем и нарезаем пластинками. Понадобится примерно 150 грамм грибов. Берем уже размороженное безрожжевое листовое тесто. Каждый лист теста еще совсем немного раскатываем. Тесто перекладываем на пергаментную бумагу. На подготовленное тесто выкладываем кусочки помидоров. На второй лист теста кладем нарезанный лук. На следующий кружочке цукини. И на четвертый лист выкладываем подготовленные грибы. Для четырех таких язычков понадобилось 4 листа слоеного безрожжевого теста общим весом 900 грамм. К помидорам добавляем листики базилика. На лук выкладываем листики петрушки. На цукини кладем листочки мяты. Измельчаем небольшой пучок укропа. Подготовленным укропом сверху посыпаем грибы. Все овощи солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Все аккуратно перекладываем на противне от духовки. Сверху овощи немного поливаем растительным маслом. Я использую оливковое. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем в режиме конвекции примерно 20 минут. Пока выпекаются язычки, подготовим сыр. Берем примерно 150-200 грамм сыра, который хорошо плавится, и нарезаем его небольшими пластинками или брусочками. Прошло 20 минут, открываем духовку и кладем сыр сверху на овощи. Покупить брусочками! Меняем противни местами, закрываем духовку и запекаем еще 5-10 минут. Готовое блюдо вынимаем из духовки и подаем на стол в теплом виде. Язычки из теста с овощами получились очень вкусными и красивыми, готовится просто и достаточно быстро. Также такие язычки можно приготовить с другими овощами по сезону. Каждая начинка вкусная по-своему. Попробуйте их приготовить и напишите в комментариях, какая вам больше понравилась. Также у меня на канале есть очень вкусный рецепт сладких галет. Чтобы долго не искать, я покажу его в этом видео. Приготовим очень вкусную, сочную и ароматную выпечку. Готовится она несложно и получается очень красивой. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто. В миску кладем 200 г творога, разбиваем одно яйцо и насыпаем 3 столовых ложки сахара. Все взбиваем погруженным блендером до однородности. По желанию творог можно не взбивать, тогда в тесте будут крупинки творога, но на вкус это не повлияет. В отдельную миску насыпаем примерно 280 г муки и кладем 160 г холодного сливочного масла. Масло с мукой перетираем руками в крошку. В получившуюся крошку добавляем уже приготовленную творожную смесь. Все перемешиваем сначала лопаткой, а затем руками. Если тесто получается жидким, то досыпаем еще немного муки. Мне для замеса теста понадобилось 350 г муки. Тесто долго вымешивать не нужно. Как только оно соединилось в комок, перестаем его мешать. Тесто накрываем крышкой или заматываем в пищевую пленку и ставим в холодильник настаиваться примерно на 1 час. Спустя 1 час тесто достаем из холодильника и разделяем на 6 примерно одинаковых частей. Берем кусочек теста и раскатываем его в круг. Остальное тесто кладем в холодильник. Раскатанное тесто желательно посыпать 1 столовой ложкой крахмала. Он заберет лишнюю влагу из ягод. Сверху на крахмал кладем ягоды или фрукты. Яголеты приготовила с малиной, голубикой, красной смородиной и персиками. Чтобы приготовить галету с персиком, его нужно разрезать, убрать косточку и нарезать тонкими пластинками. Пластинки персика выложить по кругу на тесто. Также можно сделать ассорти. Все посыпаем примерно 1 столовой ложкой сахара. Количество сахара зависит от сладости фруктов и ягод. Делаем бортики, скрепляя края теста по кругу между собой. Также на моем канале есть и другие рецепты сладкой выпечки с ягодами и фруктами. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Подготовленные галеты выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Противень ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20-30 минут. Зависит от размера галет и духовки. После выпечки галеты можно посыпать сахарной пудрой. Галеты получились очень вкусными и ароматными. Начинка может быть абсолютно любая. Такие галеты можно приготовить и с овощной начинкой. Тогда в тесто нужно добавить не сахар, а пол чайной ложки соли. Обязательно приготовьте такие галеты, это очень вкусно и просто. Если вам понравились такие рецепты выпечки, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok